Здравствуйте, уважаемые телезрители! Добро пожаловать в нашу интеллектуальную, научно-популярную программу «Культурный контекст» о вопросах культуры, истории, антропологии, философии, социологии. Меня зовут Алима Бесенова, я антрополог и доцент кафедры социологии и антропологии Назарбаев Университета. Сегодня у нас в гостях Кумыс Сиитова, председатель Комитета культуры, Министерства культуры и информации Республики Казахстан и Харлгаш Атанахова, старший преподаватель кафедры социально-гуманитарных дисциплин Казахского национального университета искусств. Уважаемая Кумыс Харсахпаевна, Харлгаш Муратпековна, добро пожаловать в нашу программу «Хошкель-Нездер». И говорить мы сегодня будем о государственной политике в сфере культуры. Давайте посмотрим небольшой видеосюжет. Одной из центральных задач государственной политики Казахстана с момента обретения независимости было и остается возрождение духовного историко-культурного наследия страны. Период независимости дал огромные возможности научному сообществу в исследовании широкого круга археологических и письменных источников. Реализованные государственные программы, такие как Мадини Мура, Тарих Толхан-Нда, позволили создать целостную систему изучения, развития и популяризации огромного культурного наследия нашего народа. В 2017 году была инициирована новая культурная программа «Олттохрухани-Жангру», которая стимулировала эволюционное развитие Казахстана на основе собственной истории и традиции. В настоящее время этот нацпроект усовершенствуется и ведется работа по интегрированию в другие стратегические документы. Итак, культура – это огромная часть нашей жизни. Можно сказать, что культура везде. Она включает в себя искусство, и народное творчество, и самодеятельность, и народные традиции, и историческое наследие. Есть так называемая массовая культура – кино, сериалы, поп-музыка, рок-музыка. Есть современная культура – contemporary art, современный театр. Есть классическая культура – опера, балет, классическая музыка. Сегодня много говорят о создании и поддержке креативной экономики, культурного туризма, производстве культурных продуктов, книгоиздания, издания комиксов, киноиндустрии. Понятно, что всю культуру охватить невозможно. В таком случае, какая должна быть государственная политика в сфере культуры? Какие области культуры государство должно поддерживать? Кумыз Карсахпаевна, вы у нас главный, ответственный за сферу культуры и государственную политику. Как у вас видение? Что должно делать государство? Какое из всего этого разнообразия культур государство должно поддерживать? Прежде всего, со стороны государства принимается много мер для развития сферы культуры, для сохранности историко-культурного наследия, для обеспечения доступа населения к культурным ценностям. И какого-то целенаправленного приоритета нет у государства, допустим, развивать только одну сторону или одну отрасль культуры. Она, да, многообразна, поэтому, в принципе, государственная поддержка, она проявляется, во-первых, как в финансировании, так и в регулировании сферы. Поэтому, прежде всего, это обеспечение доступа населения к культурным ценностям, чтобы это было доступно, чтобы это было приемлемо, популяризация культурных ценностей и культурного наследия, ну и, конечно, развитие его. И первоочередная задача – это сохранность того потенциала, который есть, не растерять ее, поэтому вся деятельность, как в сфере музыкального искусства, театрального искусства, библиотечного дела, музейного дела, сохранение историко-культурного наследия, национального достояния нашей страны – это первоочередные приоритетные задачи, которые ставит перед собой государство, человеческий потенциал, капитал, творческий потенциал сохранить, развить, приумножить и, в общем-то, обеспечить его доступность. И измеряется оно, конечно, единственным удовлетворением населения, как кавалстанского, так и зарубежного населения, именно нашими культурными продуктами. Вот на это направлена сама концепция культурной политики, в принципе, направлена, когда формируется культурная политика, когда она реализуется, вот преследуются эти цели. То есть, сохранность, доступность, развитие, популяризация. Сохранность, доступность, развитие, популяризация. А, Карлаш Муратвековна, тот же самый вопрос вам. Многообразие культурных форм, многообразие вообще культурной жизни, что должно поддерживать государство? Ну, вообще, если такой небольшой исторический экскурс сделать, то интерес к вопросу культурной политики относительно возникает недавно, да, в последние 50 лет, потому что впервые термин культурная политика употребляется на заседании ЮНЕСКО в 1967 году, на заседании в Монако. А если брать еще раньше, то вообще, ну, как бы, деятельность государства в сфере управления культурой, если так назвать, да, то, как бы, возникает еще в конце 18 века. И вот связывают этот период с периодом Великой Французской буржуазной революции. Именно тогда вот политическая власть понимает того, что сферой культуры можно управлять, через сферу культуру можно воздействовать и так далее, да, такой вот небольшой исторический экскурс. А если говорить о моделях культурной политики, ну, вот, допустим, такой небольшой сравнительный анализ сделать, то есть несколько моделей, но среди них хотелось бы выделить, допустим, модель, которую предлагает сербский культуровок, сербская исследовательница Милена Шишич. И по классификации Милена Шишич есть четыре модели культурной политики, которые она выдвигает, и этот исследователь еще интересен тем, что она в свое время возглавляла комитет по культуре и менеджменту в Виннеско, то есть она непосредственно занималась этим вопросом, да, и вот она предлагает следующие модели, это либеральная культурная политика. Вот либеральная культурная политика, ее особенность в чем заключается? В том, что либеральная культурная политика, она вообще как бы связана с понятием рыночной экономики, то есть в данной модели культура, она представляется не как отдельная отрасль, а отрасль, которая выдает культурный проект, да, культурный проект выдает, вернее, продукт, извините, выдает культурный продукт и предлагает определенные культурные услуги. Вот как раз, да, с понятием культурной индустрии тоже это очень тесно связано. И получается, в данной модели культура это, ну, как бы, как своеобразное такое предприятие. Ну, в данной модели, если это культурная индустрия, если это рынок, он сам производит и воспроизводит культуру, которая, как бы, пользуется спросом, тогда там, в принципе, государственные политики минимизированы. Да, там минимизировано участие государства, потому что культура это такой своеобразный бизнес. То есть он сам выдает, там зарабатывает. Самовоспроизводящаяся. Да, самовоспроизводящаяся такая отрасль. То есть культуру можно управлять, как управляет, допустим, какими-либо предприятиями. Затем, ну, следующая модель, которую предлагает Милена, это государственно-бюрократическая модель. Или еще ее по-другому она называет просветительской, по-моему, если я не ошибаюсь. Государственно-бюрократическая модель как раз-таки предполагает участие государства в управлении культурой. То есть здесь доминант государства идет, доминирование государства. И государство, оно делает такое своеобразное, у него есть понятие госзаказа, социального заказа. То есть именно государство регулирует сферу культуры, потому что, ну, так скажем, оно финансирует, оно платит. Да, ну, вот, наверное, еще вот эта вторая государственно-бюрократическая модель, с одной стороны, она такая пропагандистская, с другой стороны, она, возможно, прогрессивная в том плане, что, возможно, рынок производит какие-то, ну, культуру, такую массовую культуру, которую, скажем так. Она, может быть, далека от стандартов, там, высокой культуры или каких-то других лучших стандартов, скажем так. Да, и в этом плане государство решает, что оно должно просвещать, да, народ, просвещать массы о том, что какая должна быть культура и к чему надо стремиться и так далее. А вот у нас, мы где находимся между... Да, я думаю, что, скорее всего, у нас в приоритете как раз вот, наверное, культура, вторая модель культуры, в каком отношении... Да, эстрадный жанр у нас развивается вот конкурентоспособно, то есть здесь уже, в принципе, государство сильно не вмешивается, но при этом нельзя забывать, что культура — это все, прежде всего, идеология. И, ну, вот, не столько массы, сколько вот именно при развитии вот подростков, детей, подростков. Это самым, наверное, влиятельным направлением является именно сфера культуры, когда можно, допустим, через культуру воспитывать детей, чем государство и занимается. Музеи, библиотеки, они вот, их работа как раз направлена на то, чтобы традиции, обычаи казахские, да, национальные наши отдавать приоритет именно калавстанской культуре, не зарубежной. Вот в этом отношении как раз государство вкладывает в это, при этом не исключается. То есть мы не закрытая страна, допустим, в кинотеатрах показывают те же фильмы, да, все то же самое, что и в других странах, но при этом приоритетно мы должны развивать отечественное кино, направленное на воспитание, на патриотизм и на все остальное. Ну, вот вы открыто говорите, что идеология должна идти через культуру, да, и как бы открыто об этом говорить. Смотрите, но с другой стороны идеология, это же такое, мы же не все согласны, да, ну, как сказать, это нужно договориться о ценностях, да, это нужно какое-то, чтобы транслировались определенные, может быть, не все с этим согласны, может быть, есть тогда какая-то цензура, да, ну, по крайней мере, в той сфере, где идет госзаказ, да? Нет, как таковой цензуры нету, но есть определенный госзаказ, когда определяется тематика, то есть направление, тематика приоритетных, при этом это не означает, что вот только в этом направлении нужно двигаться, но приоритетных направлений или приоритетных тем, которые бы... Ну, для этого и госзаказ, то есть государство не может заказывать, допустим, пустые, допустим, какие-то фильмы, которые ни к чему не приведут, то есть... Поэтому это не только о фильмах, это и, как говорится, это и постановки, это и, допустим, выставки, которые проводятся в музее, в библиотеках, это и литература издаваемая, социальная, значимая, которая издается за счет государственных средств, то есть это вот государственный заказ, где, значит, ну, это же... Это не означает, что, допустим, мы в кабинетах сидим и решаем, давайте вот такой фильм снимем. Это все обсуждается с экспертами, допустим, по фильмам, вы прекрасно знаете, что с 2019 года принят новый закон о кинематографии, согласно которому фильмы снимаются на основании, ну, на конкурсной основе. Вот эти вот скандальные питчинги, которые проводятся, ну, вот проводятся с чем не согласны, это вот все в рамках государственного заказа, когда эксперты, независимые эксперты выбирают именно, какие фильмы они считают. То есть госзаказ предполагает конкурс на этот конкурс? Да, на этот конкурс подают все желающие, при этом приоритетно определяются тематики, но если вне тематики поступают проекты и они интересны, их тоже поддерживают. И получается экспертная комиссия, в которую вошли те же кинематографисты, те же эксперты, специалисты, они и отбирают среди заявок, выбирают те фильмы, которые, ну, приоритетно надо снимать при государственной поддержке. И это интересно тем, что, вот, допустим, если за последние три года брать, где-то более тысячи заявок поступили. И вот я буквально вот с рабочей группой, я была в Алматы в командировке, встречались мы с кинематографистами, разрабатывали вот внесение изменений в закон, в подзаконные акты, внесение изменений в проекты. И вот, в принципе, все заинтересованы в том, чтобы участвовать в этих обидчинках, выигрывать. И вот как раз мы прорабатывали эти вопросы, в принципе, мы слышим друг друга, понимаем, что, ну, к чему идем. И направления одинаковые, то есть нужно развивать и анимационное кино, и документалистику. В то же время должны быть фильмы, игровые, художественные фильмы, направленные вот именно на, то есть госзаказ определяет именно такие тематики. А вот интересно, я не знаю, спросить, возможно, вы знаете, вот, допустим, сейчас госзаказ, это какая часть рынка вообще киноиндустрии? Ну, приблизительно. Именно киноиндустрии, да. Ну, это большая часть. Большая часть. Большая часть, да. Но, хотя, с другой стороны, сейчас вот мы видим много фильмов, которые просто произведены без госзаказа. То есть, получается, все-таки постепенно, постепенно это и на рынок влияет, да? То есть, то, что государство вкладывает эти деньги, это все-таки то, что называется capacity building, да? То есть, то, что у нас появляются актеры, кинорежиссеры, вообще, как бы, люди, которые работают в этой индустрии, которые в дальнейшем могут работать, как бы, независимо, да? Совершенно верно, да. От государства. К Лунашу Муратеку что-то хотели добавить? Да, и вот как раз, ну, про две модели я успела сказать. Да, есть еще третья модель, национально-освободительная. И она тоже, как бы, имеет к нам отношение, потому что эта модель предполагает развитие культурной политики в бывших колониях, так скажем, да? Она постколониальная такая, да? То есть, именно поднятие вопросов, тех вопросов, которые, допустим, в колониальный период были невозможны. И вот вы задали вопрос, а какая же модель культурной политики сейчас у нас в Казахстане, да? То, наверное, можно сказать, что вот как раз в Казахстане у нас четвертый тип, это переходная модель, которая выбирает в себя элементы всех предыдущих трех моделей, то есть и либеральная, и бюрократическая, и национально-освободительная. Вот эта модель сейчас, она, наверное, у нас и есть в Казахстане, да? И государство здесь выступает у нас и в роли архитектора, потому что создает такую новую модель культурной политики. Государство выступает в роли патрона, то есть финансирует, определяет основные направления развития сферы культуры, да? И, ну, вот то, к чему мы, наверное, хотим идти, да? Это, наверное, когда государство это вдохновитель, да? Вот это пример, допустим, Соединенных Штатов Америки, когда государство напрямую не финансирует, ну, в принципе, не участвует в финансировании культуры. Нет министерства культуры. Да, нет министерства культуры, там все финансируется через частные фонды, через филантропов, меценатов и так далее, да? То есть вот эта модель, наверное, к которой мы, наверное, хотим прийти, в принципе. Давайте поговорим про, я знаю, что слышала, что принята новая концепция, да? Как это называется? Концепция культурной политики, 23-29 годы. А до этого у нас была концепция культурной политики в 13-м году. Она была концепцией культурной политики 14-го года, в принципе, ну, она до сегодняшнего, ну, до принятия этой концепции работала, в принципе, но она была без определенной даты, то есть, в принципе, концепция культуры. Что поменялось? Что надо было поменять? Ну, в принципе, будем так говорить, что концепция культурной политики, которая была принята в 2014 году, она в целом определяла в целом направление, общее направление. На тот момент она была актуальна, то есть были изложены в концепции те концептуальные вещи, которые были актуальны на тот момент. Но страна развивается, с каждым годом потребности меняются, поэтому было принято решение, что по всем направлениям концепции культурной политики развивать именно на этот период, но более, будем так говорить, она более расширена, более детализирована в то же время, более конкретизирована. Вот сейчас действующая концепция культурной политики, которая была принята в следующем году, четко разделены все сферы, все направления, охват такой идет очень большой и с конкретными мерами. Допустим, у нас в индикаторе, допустим, мы ставим это направление, допустим, по, если говорить, если брать опять сферу кино, мы ставим, что кинозалы в конечном итоге, наши, значит, кинотеатры должны быть заполнены на 35% отечественными фильмами. На сегодняшний день это где-то около 13%. А, ну то есть в эту новую концепцию вы измеряете как бы эффективность политики? Индикаторами обязательно, да, 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 это обязательно. Дали столько денег библиотекам, сколько там читать. Вы знаете, не столько дали денег, сколько в конечном итоге получили, даже если не дали, то получили результат. То есть, значит, регламентировали деятельность так, чтобы, или там развивали разными ресурсами деятельность в сфере культуры так, чтобы в конечном итоге получить какой-то результат. По историко-культурному наследию, это мы представленность Калахтана в списке нематериального и материального культурного наследия ЮНЕСКО уже более расширенным перечнем. Допустим, если материальное культурное наследие ЮНЕСКО у нас сейчас 10 объектов находится, то мы к 29-му году доведем его до 16. Планируем. Планируем, да, довести до 16. Материально. Нематериально тоже у нас представлено 13-ми объектами, а мы должны их довести тоже до 20-ти. Вот примерно так. Ну это вот хорошо, что мы в ЮНЕСКО еще активизируемся теперь. Да, ну ЮНЕСКО у нас очень, в принципе... Потому что, допустим, соседние Кыргызстана, они давно уже, как бы, у них как-то пар, там, или как-нибудь... Мы тоже давно, если по материальному говорить. Вот, допустим, в этом году у нас объекту Кожахмед Ясауи в списке ЮНЕСКО, он 20 лет находится. В этом году 20-летие, и вот мы проводили круглый стол, когда была 45-я сессия ЮНЕСКО в Саудовской Аравии. Вот проводили круглый стол, посвященный именно с участием представителей разных стран. Им, в общем, наши объекты, наши объекты очень интересные. Там Галэ очень интересный объект, который Петру Глюзи, там Галэ. Да, и вот сейчас мы, вот если по... Мы сейчас пошли по номинациям Шелкового пути, и, допустим, если у нас 7 объектов по Тяньшанскому коридору уже в списке есть, то сейчас готовится номинация на 26-27 год, мы планируем номинация уже по Фергана-Сырдоринскому коридору совместно с Узбекистаном, совместно с... Ну, там вот Сырдоринские города, крепости. Да, наши объекты, Казахстанские, да. И, ну, 6-7 объектов мы планируем включить. Ну, это, конечно, будет... Мы будем номинировать, потом уже претендовать будем. То есть планомерная работа вот в этом направлении ведется. У нас планы, допустим, увеличить посещение наших музеев, как увеличить до 20% увеличить, библиотеки тоже до 20% поднять, ну, включая еще и библиотеки электронного характера, да, то есть цифровую библиотеку. А для того, чтобы их посещали, естественно, нужно развитие. То есть не бывает такого, чтобы, допустим, да, посещают, но при этом развитие библиотеки или определенной организации стоит, поэтому идет такая целенаправленная работа по развитию. Но тут, вот как вы говорите, да, мы переходим со стопроцентного, допустим, обеспечения, финансового обеспечения вот тех же музеев, мы постепенно переходим на уменьшение субсидирования государства и на увеличение, привлечение частного денег или оказание услуг, увеличение спектра услуг и зарабатывание самими организациями. А вот, кстати, интересно, у нас же, допустим, некоторый музей-заповедник, допустим, Хужахмед Исаби, он же очень массово посещаемый объект, да? То есть он уже может быть, как бы, его можно... Совсем отдавать его на откуп, допустим, на самоокупаемость его невозможно, но в силу того, что, допустим, да, он посещается, но при этом его нужно содержать, развивать. И потом, смотрите, у нас понятие такое, что Хужахмед Исаби, значит, это, ну вот, один памятник и один музей-заповедник. На самом деле у нас по стране 12 музеев-заповедников республиканского значения, и на их территории очень много памятников. То есть музей-заповедник – это в местах скопления памятников в истории культуры создается музей-заповедник, который, ну, орган управления, да, будем так говорить, этими памятниками. Поэтому, ну и потом при посещении, допустим, поднимать, нужно же смотреть еще и на состояние посетителей, то есть на их платежеспособность. Конечно, можно поднять цены, да, но и при этом… Но бы еще нужно гарантировать доступность. Да, конечно, да, конечно, поэтому для нас это… У нас такой комплексный подход, да, поэтому это все будет приходить со временем, конечно, развитие и все остальное. Я просто немножко хотела дополнить Кумс Харсапаевна о том, что, да, это развитие, это… но вместе с тем это сохранность этих культурных объектов, что как раз и по Мавзалюку уже Ахмеда и по другим нашим историческим памятникам, да, участие государства, помимо как бы развития, пропаганды и прочего, вот как раз заключается еще, наверное, участие государства в том, что вот обеспечить сохранность этих объектов, да, потому что это для нашей страны, по-моему, один из таких важнейших вопросов. Да, да, и вот тоже в развитии вашей мысли обычно такое ошибочное мнение существует, что вот, допустим, в рамках Матени Мура, допустим, обеспечили реставрационными работами, обеспечили 49 объектов, мы закончили, да, и ощущение такое, что вот все, 49 закончили, осталось там, допустим, если республиканского значения памятники брать их 200, в концепции 253, сейчас уже больше, потому что подсоединяются памятники, то есть поднимаются с уровня местного значения на республиканский уровень. Но и вот вроде бы эта цифра должна увеличиваться, но при этом она как круговорот воды в природе, то есть тот памятник, который в 2003 году в начале, еще запуском Матени Мура, в 2004 году был отреставрирован, он на сегодняшний день опять требует реставрации. Вообще, в принципе, все памятники требуют постоянного ухода за ними, постоянного обеспечения реставрацией, и в этом отношении вот оно получается такой нескончаемый круг, да. То есть провели реставрацию через там 10-15 лет, нужно будет опять или же такую же капитальную реставрацию проводить, или же содержать его и живут. Ну вот вы отметили Матени Мура, это уже программа давно, да? Это еще вышли там многотомники, да, Баба Ларсу из-за там. Историки мне приходили, они говорили, какие архивы были введены в оборот в рамках программы Матени Мура. Да, после этого, ну, было Рухани Жангару, да. Вот у нас, и сейчас вот мы говорим об эффективности, у нас же уже и достижения есть в этой сфере, да? Как вы считаете? Да, есть достижения. Допустим, вот на Дени Мура, мы знаем, да, в 2003 году она принята, и срок ее реализации 2012, 2004-2011 год, да, то есть в три этапа она была реализована, и по результатам данной программы есть много, как бы, выполненных различных проектов, да, и это в сфере национального традиционного искусства, это и казахтан манкюе, казахтан манэнэ, в сборнике различные, вот, то, что вы говорили, да, Баба Ларжера, Батар Ларжер, выпуск, выпуски большие были многотомные, да, то есть это результат, конечно, большой исследовательской работы, результат, как бы, большой работы, получается, ученых, органов, государственных органов и так далее, да? А вот после этого Рухани Жангару была, и в Рухани Жангару тоже, да, я отполагаю, что... Ну, в принципе, да, Мадини Мура, ну, я считаю, что Мадини Мура – это вот такой очень уникальный, была очень уникальная программа, которая дала импульс по дальнейшим другим программам, другим программным документам и так далее. Ну, как бы мы их ни назвали, но факт, что, получается, эта работа на... Не так, что Мадини Мура закончилась, и работа на этом закончилась, и мы перешли уже в другую сферу совсем. Нет, абсолютно не так. То есть, если в рамках Мадини Мура приоритет отдавался вот именно материальному культурному наследию, то в других, допустим, программах этот приоритет остается, но добавляется еще, наращиваются другие приоритеты, которые, в принципе, не менее важны. И, в принципе, они плавно, логично переходят из одной программы в другую, из одного документа в другой документ. И просто расстановка приоритетов идет. Где-то больше внимания уделяется там, где мы видим, что эта сфера требует большего внимания, чем другое. То есть есть последовательность. Последовательность она есть. И вот во всех программах. Вот сейчас, допустим, концепция культурной политики, она же тоже не написана и не разработана так, что на пустом месте взяли и все придумали. То есть все программы были изучены, проведен анализ. В итоге определены какие-то системности, комплексности, определены какие-то приоритеты. Вот примерно так это все работает. И можно говорить, что в принципе за эти 30 лет программы из одного в другую переходят и просто расставляются точки над «и». Я просто хочу отметить, что в Рухани Жангару я сама часто вижу результаты этой программы через краеведение. Когда едешь в какие-то эти музеи или музеи-заповедники, они вообще уже на другом уровне. Там у них и QR-коды. В смысле идет это же культурное развитие территории. То есть это прекрасно. Но это в принципе развитие. В принципе развитие. В принципе развитие. Которое предполагает, что годы идут, то есть современные требования, современные технологии. И вновь со временем в принципе это все развивается. И вы совершенно правильно говорите, что в рамках программы Рухани Жангару было принято очень большие меры. Особенно в отношении сакральных объектов. Причем на всей территории. Да. И закрытие программы, допустим, самой программы, это не означает, что работа остановилась. То есть сакральные объекты плавно перешли. Видите, вот комплексный подход к государству как раз и подразумевает. То есть совершенствование законодательства, в том числе разработка программы, реализация их. И вот допустим в 20-м году был принят новый редактор закон об охране и использовании объектов историко-культурного следия. В рамках которого вот сакральные объекты, они вот по итогам, получается, да, исследования, были включены в список видов памятников истории и культуры Казахстана, как один из видов. То есть сакральные объекты теперь пришли в другую категорию. Благодаря программе Рухани Жангару. Ну, я считаю, что это прекрасный результат и программа Рухани Жангару. И спасибо огромное за вашу работу. Кумис Карсахпаевна, Карл Гаш Муратпековна, огромное спасибо, что пришли на эту программу, поделиться своими знаниями, своим видением культурной политики. Кубра Ахмед Сасдерге. Уважаемые телезрители, подписывайтесь на наш Телеграм и Ютуб-каналы. Просто отсканируйте QR-код, который вы видите на своих экранах, и будьте в курсе всех событий. До встречи в следующее воскресенье. В программе «Культурный контекст» мы продолжим говорить о нашей многообразной культуре, сложной истории и современной социогуманитарной сфере. До свидания.